Всем привет, друзья! Вы на канале Шедлигровый мир, и меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Козь игру. 66-й день у нас сегодня. В прошлой серии мы простились с призраком Валентиной. Теперь её больше нет. Интересно посмотреть, что она будет делать. Неужели она опять будет нам кость отдавать? По-моему, наверное, уже нет. Наверное, она теперь просто будет безмолвно стоять и смотреть, что мы здесь дальше будем делать. Не поможешь мне, да? С радостью. В этом справочнике есть один странный чертёж. Если принесёшь мне кое-что, можем попробовать это вместе. Она просит каждый день одно и то же, поэтому это всегда у меня есть. Это должно хватить. Приступим. И, боже, так не годится, я что-то пропустила. Вот стыдоба. Забудем об этом, договорились. Ну давай, что там-то у меня. Ничего себе, бревно. За такой квест. И юную птицу ещё дали мне. Побольше ошибайся. Побольше ошибайся. Это прикольно. Это вообще просто невероятное что-то. Блин, они опять заказали банки какие-то. Чё вы заказываете банки-то? Или я их заказал уже? Я не помню, что заказывал у поварихи нашей. Ну это ладно. Но батон гривной обойдётесь, естественно. Ещё одна такая банка. И ещё одна банка. Опять одна консервация. А, так я же их заказывал. Да, я же три заказывал. Вкуснятина ещё 36. Попробую поискать бревно в магазине. Да, попробую, в принципе. Почему бы и не попробовать? Птица кровавая. Наверное, тоже какая-то будет дикая птица. Ну посмотрим. Так, есть ореховая эта штука. Но я подожду, наверное. Посмотрю, какие будут там дальше у нас сегодня дела. В этой области. Что за птица и куда её разместить? Не нравится олень? Нравится естественный декор. Не нравится олень? Нравится естественный декор. Вот, у нас тут не любят оленей. Они здесь у нас обитают. Поэтому здесь тебе и место. А, другие же птицы её не любят. Ага. Да. А там олень. Ну ладно, я вам поставлю какой-то светильничек, наверное, сегодня. Или ещё что-то придумаю. В общем, всё будет хорошо. Ещё 35. Кто-то готов ещё дать нам бревно. Ну, ладно. Кто готов, пусть даёт. Готова сегодня? Не готова. Так, звезда синющая. Зернистая. Зернистая звезда. Что-то интересное. Нет, неинтересное. Такое, что было. Так, побежали. А, нюх. Беспо... А, привет. Я думал, кто это стоит? Здорово. Мне надо вот это. Да, у тебя дёшево за 3600. Хорошо. Ну, это, наверное, не нужно. Вот соль я возьму. Да, соль дорогая у этого лиса. Поэтому соль это здорово. 6 штук. Сколько у меня в сумме получилось. В сумме получилось. Ну, 32. Этого достаточно. Покупать нему. 12. Нормально. Нормально. Хватит на готовку. Так, кто ещё у нас сегодня что хочет? Давайте быстрее. Потому что, потому что, потому что, потому что я пришёл на 5 минут буквально заглянуть. Не поможешь мне. Нелегко. Судить за всеми животными на ферме. Доставь мне, пожалуйста, немного корма. Корм, корм, корм. Фруктовый джем. Но это не судьба. Да, это не сегодня. Или сегодня, или позже. Так, фруктовый джем. Что, не поможешь мне? Попробуй новый интересный рецепт с костным мозгом. Я только не делал такое лицо. По веру, Франция это деликатес. Мне просто нужна сочная кость. Так, это понятно. Это нам надо 5 печёных фруктов. Сейчас сделаем. Вообще не проблема. Подобрать, вращать, выбросить, подобрать. Подожди, это не дерево. Следующее. Во. Так, 3 уже нашёл. Нет, 2. Тоже ничего. Так, 2 готово. Что ещё? Ещё один какой-нибудь фрукт. Где он? Какой-нибудь. 2, 2, 2. В принципе, это можно сюда. Эти 2 можно сюда. По 30 штук это расплавить можно будет. Ну, давайте вот это 1 расплавим. 1 место освободили. Так, я хочу кое-что сжечь. А, нам же 5 надо. Всё, ё-моё. Тогда 2 места освободили. Ну, это быстро заполнится, конечно, потом. Давай. А, ещё одну. Ещё и птицу надо накормить. Давайте накормим уже. Тогда ещё одну. Я даже не знаю, какой взять. Столько всего. Давайте грушу. Готово. Иди сюда. Ешь, пожалуйста. Я дам ей яйцо. А, яйцо не даёт. Он же не очень счастливый здесь. Ну, чё, жди. Скоро мы тебя сдадим по квесту. Наверное. Так, вот эту же птицу ещё я могу подкормить. По-моему, да. А, вон ещё фрукты. Тут всё в порядке. Тут птицы счастливы. С этим оленем живут себе. Припеваючи. И не возмущаются. В этом углу постоянно надо что-то добавлять. Чтобы им тут нравилось. Так, забирай, забирай. Пошли сдадим эту штуку. Сейчас дипло проверю. Может, у неё тоже сегодня квест. Я хочу продать. Забери вот это. Три тысячи монет. Ничего себе. Её точно музей не надо было сдавать? Надеюсь, что да. Так, я шёл заказать этот ещё. Чтобы потом... Квест выполнить. Он будет меня преследовать потом. Каждый... Каждый день. Не хочу кое-что испечь. Давай, может, успеет приехать ещё. Вообще, их надо побольше наделать, чтобы они у нас были. Заявка получена. Ждём. Окей. Так, приятель, те... Ой. Много всего. О, кость. В метре буквально была. Нифига себе. Я сама не могла откопать. Ура, теперь у меня есть кость. Ох, я думал, это будет куриная бедуля, говяжья ребёнка. Не знаю, какая именно. Но ничего. Кулинарный эксперимент. Это всегда здорово. Замечательно. Награда соответствующая. Прошёл 2 метра. И получил соответствующую награду на 5 серебряных монет. Так, вам чего, сэр? Что-то скоро случится, я это чувствую. Лучше запастись едой. Такой, которую можно законсервировать. Ты поможешь мне, а я тебе идёт. А, да, без проблем. Это без проблем. Хорошо, что готовить не надо. Так, яйцо забрать. 5 фруктов. 5 фруктов. Ну, даже жирновато будет вам. Ну, а вот, забирай 5. Ещё минус 5. Отлично. Да, это подойдёт. Пора закатывать баночки. О, точно. Я уже обещал кое-что взамен. Вот, держи. Опять мусор. Картофель. Выучить рецепт. Печь для обжига. Ну, это несложно. Так, а сегодня вообще будет кто-то серьёзный по сюжету? Нет у нас? Или мы от этой ерундой и дальше будем страдать? Еда, еда, еда. Что-нибудь посерьёзнее. Чтобы сердце восполнить как-нибудь. Хотя бы чуть-чуть. Кость мы уже нашли. Эту еду сдали. Тут банки все хотят. Гриб. Подождите. Это можно швырнуть. Так, я там не подобрал этот артефакт. Там есть, кстати. Так, и здесь ещё такое же стоит. Держи. И здесь ещё такое же стоит, да. Корнеплодики. Эссенция. Эссенция. Неплохо. Даже разного вида дают. А это что-то стоит подозрительный какой-то. Так, корнеплод. Тебе чего, почтальон? Только не говори посылки. А, наверное, посылки, да? Нет. Только почта. Ну, давай. А, она не влезет мне, всё. Ладно, зайду чуть позже. Подожди, я тут артефакта найду. Ой. Не помещается. Уже сразу с копом всё сделаем. Окей. Запретный свиток. Это легендарное. Мы на шестьдесят тысяч монет. Если измерять это всё в монетах. То это реально большие деньги. Так, свободных мест. Сдать, 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 сдать. И два сжечь, сжечь, сжечь. Ещё раз сжечь. Два слитка, да, давай. Окей. Так, далее. Кто ещё мне должен дать квест? Хмурфель нет. Тюпло, по-моему, тоже. Нет. Валентина теперь просто стоит. Здесь просто получить письма. Опять здесь есть что-то? О, ё-моё. Сколько ж тут сокровищ-то? Корнеплодики. И один я знаю где. Один возле поварихи остался, между прочим. Вверху, наверное, кто-то остался с квестом. Ну да. А эти меня не требуют. Вернее, я их найти не могу. Потому что кто-то и требует. Священный кубок. Ну такое было. Опять картофель. Да что ж такое. Нет, ну лучше картофель, конечно, чем орехи. Или что не выпадает вообще. Корнеплод нашёл. Корнеплод сдал. Ну сейчас, наверное, монеты выпадут. Да. Тут уже ничем не помочь. Так. Кто ещё? Здесь нет. А кто ж мне сегодня? А, сегодня, наверное, уже всё. Брёвен сегодня, наверное, нет. Имеется в виду вот эти две штуки. Этот ждёт фотографию. Нюх ждёт. Да, всё, по идее. Этот тоже ничью. Всё, сегодня вообще ничего нет. Офигеть. Вот это денёк сегодня. Обалденнейший просто. Да. Ну это, конечно, здорово. Серия 15 минут у меня ещё никогда не шла. Ладно, сейчас тогда спить, что ли, покормим. Совсем что-то совсем плохо. Ну да, костёр имеет в виду, что я должен вот эти квесты выполнить. А как я их выполню? А никак я их не выполню. Подожди, здесь был артефакт где-то. Нашёл. Даже собирательных квестов нет, ужас. А миллионер мне ничего не сдать не... Ну ладно, давайте заберём, может, осуществительный знак. Сейчас у нас приведёт какое-то другое место. А я уже не заберу. Нет, заберу. Сейчас заберу. По-моему, всех призраков осмотрел. Я хочу проверить почту. Да, давай сюда. Маринованный фрукт, квашеная капуста. Сейчас, сейчас, сейчас разберу. Так, 24. Давайте я сдам лишнее. Пепел, 4 и 5. Нормально, 15 тысяч на артефактах. Сегодня. Да, сегодня вообще скучненько. Абсолютно ничего. Опять начинается хандра. Тут либо слишком много всего, либо ничего вообще не происходит. Так, тебя давай закормим. Угу. Брат, ты меня... Ну да, не отдал. Три сердца. Три. Кормёжка пошла туда, куда надо. Кто заказывал банку с верёвкой? Банку с верёвкой кто заказывал? Вот кто. Олень. Так, его тут можно сдать. О, олень стал старым. По-моему. Конечно, такое есть. Деликатес ещё. Две банки. Неужели я их не заказал? Или это сегодня они появились? Они, наверное, сегодня появились. Ну, как появились. Вот так и исчезнут. Не знаю, закажу, не закажу, посмотрим. Наверное, закажу. И грибной батон там будет требовать. Ох, животновод эксперт. Ничего, я даже ещё, учитывая, что у нас сегодня полный штиль, мы ещё и значок оторвали-то. Нифига себе. Предпоследний, между прочим. 50 камней кварца. Неплохо. Получить предметы от животных. Ну, отлично. Не откажусь от 50 камней кварц. Так, ладно. Пошли посмотрим. Не, подожди, я ещё что-то должен был отдать, сдать. Вот это давай выбросим. Там ещё что-то почтолен мне хочет сегодня вручить. Посмотрим, что имени. Так, свободные места. Пошло-пошло, пошло-пошло. Уже не влазит. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Скоро тоже будет у нас кризис. Небольшой. Так, ветки пока не трогаю. Так, это у нас какая? Легендарная? Сильно вольготно себя чувствует. Когда у нас уже легендарные заберут? Ракухи. Так, 12. Это никто есть не... Я знаю, кто это съест сейчас. Чё, молчим? Отлично. И место освободил. Птица не слишком счастлива. Как я вижу. Из-за соседей. Ну, что делать? Так, яйцо у нас добавляется сюда. Это убрать в хранилище. Прошло. Так, прошли. Я не пойму. Я там еще, наверное, еду какую-то заказывал. Да? Может быть, вполне. Может быть, вполне. Давай посмотрим. Я хочу проверить почту. Так. Маринованный фрукт. Один. Раз. А у нас еще три. Их надо, по-моему. И рогалик. Что, серьезно? Такое кто-то заказывал. Так. Ну, все. По-моему, у нас восклицательных знаков теперь быть не должно. Никто сегодня больше нам ничего не даст. Вот то рогалик заказывал. Так и думал, что все надо бежать. Ну, орехи там есть парочка. Сейчас огребной батон еще закажу. А это что? На, яблоко с прошлой серии. Так. Забирайте вашу траву. Еще не все. Еще есть игруша. И куст какой-то. Но нет никаких больше квестов. Ну, ладно. Ладно. Пойду закажу грибной батон. Через час попробую зайти забрать. Сдать, вернее, вот этот квест. Если сдастся, конечно. Но если смогу зайти, вернее. Делать такое. Все равно за нее ничего не дадут. Потому что нам бревно и так дали сегодня. Неожиданно. За временный квест. Ну, а так, по-моему, все. Миллионер ничего нам сегодня даже не говорил. Два призрака ждут, пока я их выполню задание. А я не могу его выполнить. И это не могу выполнить. Потому что и оно не выполняется. Но все остальное тоже недоступно пока что. Артефакты я все, по-моему, собрал на сегодня. Рыбу смысл тоже ловить пока нет. Да, и, собственно, даже чертежи уже с рыбы не выпадают. Ну, все. Все, даже никто нам сегодня тут ничего не даст. Только не репка. Ой, спасибо, что не репка. Пришлось бы тащить. Отдельно потом. Все, друзья. Тогда мы опять начинаем склеивать серии. Ничегошеньки не происходят. Ничегошеньки мы не можем предложить. Нашему костру в виде бревен. Вот это я не знаю. Мне здесь сильнее. Сейчас пойду закажу батон. Вот эту штуку, наверное, закажу. И все. И все. Встретимся уже завтра. Так, ну что. Я все-таки довыполнил после завершения записи этот квест. Мне дали. Ну, квест с едой, который у нас был. Вот этот вот чертеж. Маленький горшок сирени. Украшение. Легендарный. Естественный декор. Ну, давайте выучим маленький горшок сирени. 40 эссенции радостной птицы. Довольно большая цифра. И тратить ее на горшок. Даже не знаю, будет ли правильно. Ну, и плюс звезду нашел. Ничего особенного. Просто обычная ракушка. Раннее лето. Ну, музей сдать можно. Это уже хорошо. Так, меня интересует задание. Да, меня прежде всего интересует задание. Что-то тепло у нас сегодня. Да не столько сегодня. Она у нас каждый день. Постоянно что-то нам дает. Как бы мы скоро с ней не расстались. Не поможешь мне? Я тут вспоминал, какие поделки мастерила в детстве. Есть одна, которую я хочу повторить. Составишь мне компанию? У меня есть почти все, что нужно. Осталось найти всего несколько вещей. Но она пока временными. Видите, она с квестами лупит. Но я думаю, скоро настанет и ее черед. Так. Это не дюпло. Это, блин, Шарлотта Пайн. Дюпло дальше. Не просто самые ранние. Я их постоянно путаю. Отлично. Теперь все это соберем. А, не так интересно, как я думал. Очередная поделка юного ската. Смотри, он дал побочный продукт и десенции. Эх, вчера ты мне бревно дала. Сегодня конкретно то, что нужно. Так, подожди, малина. Сегодня у нас малина. Да, созрела. Плюс еще фризалис можно оторвать. Его у нас много. Поэтому надо рвать, рвать и рвать. И вверху еще два куста. Продай его уже некуда складировать. Скоро будем, наверное, сдавать все, что есть. Плавить все, что есть. Соединять все, что можно. Так. То, что-то еще у меня валяется. Да. Так, еще фризальс, по-моему, должен быть. Или здесь, или там. Вверху два куста точно еще имеются. Собрать урожай и выбрать следующий. Так, их дай мне бревно. Посмотрим, сколько у нас сегодня их выдадут. Этих бревен. Забирать. Отлично. Сегодня еще два бревна кто-то может дать. Это круто. Так, кофеек выпал. Эти штуки сейчас дадим. Но 20 его не поместится. Это точно, нет, поместилось. Ничего себе. Так, я тут еще что-то хотел сделать. 5 орехов нажарил. А, понял. Нам надо будет заказать для вот этой птицы вот эту штуку. И как раз должны прийти эссенции. Или что я там заказывал, я не помню что. И как раз нужно 5 орехов, чтобы выполнить это задание этой птицы. Так, кукурузина, ну давай. Нам нужны конкретные задания. И желательно на квестовые предметы, которых у нас в палатке около 20 штук валяется. Не поможешь мне, да с удовольствием. Так, меняемся ролями. На этот раз я приготовил для тебя кое-что особенное. А ну-ка, а ну-ка. Это очень ценная вещица. Мне больно даже думать о расставании с ней. Тебе надо будет принести мне кучу всего, прежде чем я ее тебе отдам. А вот и подстава с кварцем, прикиньте. Вот зачем кварц нужен. Вот это фишка. А кварца нигде не купишь. Представляете? А я его сдал как раз. Вот на это я, конечно, рассчитывать и не мог. Его можно получить только за значки. Но это подстава. Это реально подстава. Очень серьезная. Его купить невозможно. Можно выкопать земли 1-2 штучки. Но мне нужно найти еще 250 штук. То есть это следующий сезон, как минимум осень. Пока не появятся новые рыбы, новые ракушки и вообще что-нибудь. И то не факт, что мне еще дадут за них кварц. Ага. Да, я весь продал. Да, это печально. Я не думал, что сделают именно такую фишку с кварцем, которая нигде не достается. Ну что, тогда будем висеть. Висеть до... Ну, мы висеть привыкли. До очень долгих времен. Не верил до последнего. Поэтому кварцы продавал как мог. Оказывается, есть все-таки вот такой вот момент. Связанный с тем, чего нельзя купить. И практически достать уже. Только смена сезонов. Это осенью или зимой. То есть в конце года можно будет выполнить этот квест. Потому что я уже, в принципе, все, что смог, сдал. И значки все получил. Значков у меня практически уже нет. Камни заслуживают восхищения. Не валяться на дороге или в огороде у какого-то медведя. Так, классный камень у меня есть. Один, отлично. С палатки забираем его. Какой славный камень, неплохо. Это гнейз. А почему он так называется? Гнейз это метафорическая порода. Видишь эти волнистые темные линии от отложений. Они образовались в результате в Одессе высокой температуры и давления. Окружающая среда искривляла и плавила его, пока камень не превратился в нечто новое. У нас на острове гнейз не найдет. Скорее всего, кто-то привез его с собой и оставил здесь, может, другой геолог. Я вернулся сюда только потому, что здесь много необычных камней. Ты раньше здесь жил? Да. Видимо, в разное время сюда приходили медведи из разных мест. Они то и оставляли здесь эти камни мне на изучение. Спасибо за эту находку. Удачи. Я вот только не помню, а реально кварц никак не получить больше, только найти, да? За значки, вернее, получить и за музейный экспонат. По-моему, да. Ну, еще за... 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 Кулинарию, я же говорю, рецептов больше нет. Их ждать можно годами. Ну, мне вообще-то нужен один хороший рецепт. Ну, как его получить? В принципе, да, один рецепт, и я, в принципе, решу вопрос. Надо посмотреть по значкам, что у нас с кулинарией. А ну, кулинария. Приготовить еду обычной. О, профессионально. Еще не все выполнили. Вот, надежда на вот это. Но когда эти рецепты выпадут... Ну, ладно, будем ждать. Да, кулинария еще точно. Но, опять же, я уже очень давно не получал никаких рецептов. Наверное, месяц уже не было ни одного рецепта, который бы... ...был новым, и можно было бы его приготовить. Так, 20 штук. Сейчас посмотрим, чего от нас хотят эти люди. Голова снова разболелась. Но во все, что попадают... Ой, блин. Но во все, что продают в магазинах, встроенный микрочип. А, понятно. Принеси мне то, из чего можно сделать лекарство самому. Ладно. А это у меня все есть. Корнеплоды, тем более, это наше все. Да, именно то, что нужно. Волшебные сны я иду к вам. Получается, кварц вообще продавать нельзя. Ух ты, что ты дал? А, это рис красный. За это не дают кварц. Подожди. А, я уже и выполнил. Все, понял. Это не проблема. Хорошо. То есть, это продавать нельзя. И это теперь продавать нельзя. Ну, 500 цифр, конечно, я вам скажу. Это что, прощальный квест, кукурузины? Так, я не думаю, что это прощальный квест. А может, и прощальный. Хотя, как это возможно? Мы с ним только познакомились. Реально, он прощальный. Так, вам чего сегодня? История этого острова простирается гораздо дальше, чем ты можешь себе представить. Принеси мне эти скромные материалы. Я призову духа давно забытого медведя. Ага. Хорошо. Это на время. Это не серьезный квест. Это не серьезный. За это время... А, вон, один уже вижу. Ничего себе. Так, пойдем обратно. Почтальон там еды много привезет. Есть одно блюдо с орехами связанное, которое надо сделать. Но орехи я постоянно трачу. Наверное, надо завязывать с кормежкой птиц. А вот я не помню. Реально, на кварц ничего нельзя разобрать? Надо посмотреть будет. Вряд ли. Еще 33. Где-то еще 2 бревна. Но 2 бревна я не получу. Потому что это не факт. Вот эти вещи могут не выпасть сегодня. Как это, например, было вчера. Так, это у нас музейная. Это музейная. 2 в музее. Подожди. За один дадут деньги. За второй не знаю. Это я могу сжечь. Смело. Так, солидки. Пошли. Пока не трогаем. Так, окей. Давайте, наверное, это изучим. Это что? Инструкция. Каменный факел. Мифический. Ох, мифический. Могу представить, что это за ингредиенты. Да, в принципе, они не такие уж и серьезные. Так, внизу еще у нас компонент. Миньенша. Хочет что-то нам дать. То тело, что я нашла на дне. Теперь я не сомневаюсь. Я знаю то, кому оно принадлежало. Однажды летом давным-давно мы пришли сюда вместе. У нас даже было совместное фото, наверное, у Арджуна. Она так радовалась своему первому погружению. Да, это утопление. Еще более грустная история. Я должна была остановить ее. Она даже не прошла до конца курса дайвинга. Она нырнула слишком глубоко и слишком быстро, а потом запаниковала. Все закончилось печально, мягко говоря. Я помню, как пришла на ее похороны. Вообще-то там я и познакомилась со своей половинкой. Мне жаль. Ну ладно, у тебя была возлюбленная. Согласись, странно. Как в самые прекрасные моменты могу превратиться в что-то ужасное. А что ты на инвалидном кресле? Что ж, мы поговорим об этом другом. А, понятно. Ну что, половина история. Мы уже узнали, как все закончилось. Хотя интересно, как она умерла. У нее подруга умерла. Да. А чем это закончилось? Что дальше будет? Тут интересная история, конечно. Печальная, грустная, но интересно. И не предскажешь, что... О, кстати, мы нашли второй камень. Чем она закончится, не предскажешь. Мотороллер. Сейчас найдем. Так, забирайте. Этот уснул уже, пока ждет свое колесо. Штурвал, вернее. О, такой тоже нет. Ничего себе. Я думаю, такая есть. Необычная ракушка. Давай. Дашь кварц, будет здорово. Кварц, по-моему, два кварца. Теперь буду по единичке собирать. Держи. На вот эту. Это вообще обычная, самая простая. Проще не придумаешь. Тут 200 монет и один кварц. Вообще ничего не дали. Ладно. Но за это вообще только монеты. Но не 200, а 500 или 600, по-моему. Эзотический рис. Далко за цветы не дают кварц. Только монет. 500 монет, да. Ладненько. Пошли дальше. Все еще выбрасывает ракушки весенние. А кто-то еще сегодня хочет дать нам квест? Нет. Без мэра Валентины как-то. А вот дюпло она. Она ничего не хочет нам дать. Кварц выпал еще один. Три кварца нашли сегодня. Ничего дюпло нам не хочет дать. Хмурфель ничего не хочет нам сказать. Что, и сегодня серия 10 минут будет длиться? Да, что-то вообще. А нет. А, это почтальон. У него-то, собственно, может быть только почта. А нет, как дела? Знаешь, что забавно. Отправления, которые недавно получил, они были почти нормальные. Ни огня, ни вопли, ни жутких предметов. Конечно, там была кассета с шепотом, который периодически присылает этому отшельнику травму. Но в основном это были обычные письма в красных конвертах. Может, после всех этих НСО я заслужил отдых? Полсердца. Полсердца осталось. Так, подожди, я выложусь. Это, по-моему, не влезет. Или влезет? Да, влезло. Удивительно, но влезло. Так, свободные места. Вот это, по-моему. Вот это. Нет, такой нет. Да, одну. Давай одну. Так, это тоже у меня редкая ракушка. Вот вам и хранение вещей. Та же история может быть с пеплом. Вот я вам гарантирую, что будет потом 300 или 400 пепла мне предоставь. Может быть, такой квест. И все, и конец. Представьте. Эти банки я храню. 150 штук. Не знаю, может, цветы тоже переплавлять. Эссенция может затребоваться в любом количестве. Рыба даже сожженная, я думаю, тоже может быть вполне. Поэтому я даже не знаю, с чем можно расставаться. Вот такая история, друзья. Кварц нужен. Кварц. Те, кто смотрит, еще не дошел до этого момента, учтите. Кварц это тоже квестовый предмет, оказывается. Так же, слитки. Железные. Но у нас их требовали уже десятками. Поэтому я их никуда, собственно, не деваю. Их у меня полно. Так, сейчас сдам это, потом накормлю птицей. Все, сегодня больше квестов нет. Еще одна серия на 10 минут. Ужас. А что, одно бревно? А, ну эти квесты невыполняемые. Сейчас я найду последнее, и все, походу. Так, два сдаем. Пошли возле мотороллеров, сказали. Где-то здесь что-то лежит, да? Что-то тут кусты наползли. Это плохо. Почтового мотороллера позади чего-то. Позади чего-то. Просто тут закрывает почтальон. Я могу просто этого не видеть. Ладно, давайте отойдем, подойдем. Может он отойдет. Что-то с ним связано, не знаю точно. Где-то тут должно быть сокровище. Подойдем, может тут. Ну, мотороллер же здесь. Или вверху есть? Вверху есть мотороллер? Нет, мотороллеров нет. Оно только здесь. Поэтому надо здесь искать. В общем, надежда на готовку. Да, только на то, что рецепт выпадет. Но рецепт не выпадает больше. Йо-моё, видишь, он есть. Ладно. Давайте найдем сокровище. Ну, или артефакт. Интересно, а полудрагоценные камни обратно нельзя в кварц переработать? Сейчас надо взять, посмотреть будет. А вдруг можно? Так, ну и где мотороллер? Алло, алло, должно быть уже. Я понимаю, что он где-то вот тут вот лежит. Как он выглядит? Вот так вот, зеленый. Зеленый на зеленый. Лучше он был, конечно, в черно-белых. Хотя какая разница. Быстрее смотри, где он стоял. Может быть тут. А то он сейчас опять подойдет. Офигеть. Ну, не знаю. Вот подозрительный камень, но это явно не тот. А, понятно. Все, побежали. Здрасте. Забирайте то, что нужно. Приступим к ритуалу. Смеренный дух, поднимись. Из скрытых глубин и молви свое слово. Я вижу альфа-медведя. Лучше в своем роде знаток несметного числа языков. Он прибыл в уютную рощу, чтобы ответить на важный вопрос. Как правильно роща или роща? Что ж, это было поучительно. Может как-нибудь еще попробуем снова вызвать древних духов? Слушайте, такой квест. И что, временный? Столько, столько новых фраз. И мне не дали. Бревно за это? Я заслужил бревно. Слишком много нам рассказал. Мне кажется, обычно они разговаривают гораздо меньше. Так, подожди, у него тут был сокровище где-то. Прямо тут. Репку требует. Сегодня получается у нас одно бревно покупное. Да. Реально 10 минут теперь проводим в игре. Ну ладно. Больше серии тогда напилим в одну серию. Больше дней в одну серию. Сегодня даже короче, чем вчера будет. Если не кормить птиц. А я их, наверное, не буду. Ну, как кормить. Я, наверное, буду теперь собирать орехи всеми силами. И это будет, наверное, правильно. Все. Тут еда у меня, походу, только должна была прийти. Кстати, я без второго так и не вижу плачущего. Может, он там где-то и валяется? Так, еды полно, по-моему. Да. Два фруктовых джема. Получить подарок. Булка еще даже есть. Два джема. Это я использую на вот эту штуку. Чтобы накормить нашего друга. Который давным-давно просит элит. Элитный деликатес. Подождите, а где? Что-то я запутался. А, сюда. Их так много уже. Здорово. Короче, мне надо следующее. Мне надо вот это. Где-то булка модная. Вот она. Пять есть. Все, это последнее, что я заказываю из орехов. Больше я не буду заказывать ничего из орехов. Я буду их собирать. Все, заявка приготовлена. А, хотя подождите. Я не то смотрел же, правильно? Я же смотрел значки. Это сколько мне приготовить. А я же там могу готовить одно и то же. Я неправильно взглянул на ситуацию. Надо на нее взглянуть с другой стороны, мне кажется. Сейчас мы посмотрим на нее с другой стороны. Мне надо в музей зайти. Посмотреть, сколько блюд еще я не нашел в плане рецептов. И вот уже анализируя вот это вот. Подожди, грибной батон, по-моему, тебе надо было, да? Жрите, пожалуйста. Расти не будешь? Наверное, нет. А я думал, нам кварц не нужен. Думал, только для ремесла. А, кажется, нет. Принеси мне просто, просто кучу кварца. А что это такое? Украшение редкий, жуткий декор, цирковой. О, прикольно. Так, я хочу кое-что сжечь. По-моему, это и это. И мы с вами получим пять пепла. Пепел тогда я тоже продавать не буду? Тогда покупка мест в рюкзаке, мне кажется, это чисто развод на деньги. Чтобы мы с вами лишились важных ресурсов. Чтобы мы что-то изготавливали, а потом настанет день, когда у нас этого ресурса просто не будет. Кстати, это очень просто. Это тарт. Тарт у меня есть. Даже пять. И вот это вот точно расширение рюкзака за 200 тысяч, это явно подталкивает на то, чтобы мы... Ну, сквот я кварц сдал. Ну, правда, я по квесту кварц сдал. Мне надо было 200 тысяч денег просто отдать Валентине за костюмы. Счет у меня такой был, да. И поэтому так вышло. Все, это я не буду в ближайшее время заказывать. И не буду покупать тиц. Тогда, тогда, тогда будем копить. Так, давайте цирк посмотрим. Что это за цирк? Правда, ставить уже негде. Жуткий декор тут расползся. Да, вот тут можно под елочкой. Я думаю, он большой, мне кажется. Сломали, да? Лопату сломали. Для этого лопата не нужна. Так, и здесь. Тут еще вот это надо будет сделать. Необычное украшение, 9 штук. Ну, у меня, конечно, их много стоит по острову, но... А, он маленький. Я думал, он огромный. Я для него место приготовил. А он у нас оказался маленький. Вот такой. Лавочка. Что-то такое жуткое. Лавочка и лавочка. Так, это сдать. Кому-то я еще заказывал эту банку. Кому... А, тут две банки уже. Ага. Тебе. Надеюсь, попал. Точно в цель. Еще одну банку надо заказать. Без проблем. Она из фруктовой у нас. И один грибок, и один корнеплод. И, по-моему, оно и есть. Так, что от меня здесь требуется? А, понял. Нет лопаты. Так, лопата. Лопата это рыбьи кости, 3-дет древнего пепла. Нормально. Это не сложно. Яйца я здесь собираю. Хорошо. Хорошо. Все отлично. Все хорошо. Пошли посмотрим к дюпло. Можно... А, так возьми с собой камень. Можно ли его разобрать на кварц? В обратную сторону. Драгоценный какой-то камень мне бы один попробовать. А это что у меня? А, это варенье. Драгоценный камень. Или полудрагоценный. Вот этот надо попробовать. Дайте мне этот один. Да и этот один. Я могу собрать с этого то. И с этого это. Не-не, это можно делать. Вот это давай. А ну пошли посмотрим. Может можно все в зад повернуть? Я думаю вряд ли. Хотя кварц больше никак не получишь. А это может быть мертвой точкой, между прочим. Такие квесты опасные очень. Что? Валентины квест сегодня? Валентина продолжает давать квесты? Вы серьезно? Не поможешь. Так а чем отличается уход призрака? О боже мой. Они не уходят. Они продолжают давать квесты. Призрак улыбается. Она уже со мной не разговаривает. Но дает квесты. Да? Ну ладно. Мне интересно награду посмотреть. Слушайте, хорошо, что я к ней подошел. Нет, ну это тогда не прощание. Это то же самое. Только она желтая теперь будет. Никуда она не денется, собственно. А бревно дадут? Нет, на время. Нормально. Сейчас попробуем. Нет, подожди. Мне надо кое-что переработать. Что ты мне за это дашь? Четыре кварца. За один четыре. Ну, можно получить кварц. Только попробуй вот это еще сделай. Четыре кварца. А, драгоценные камни. Подожди. Это драгоценные камни, да? Полудрагоценные камни. А это какие? Полудрагоценные. Подожди. Благородный камень. Это можно получить четыре вот таких камня. Ну, ладно. Благородный и тот трогать не буду. 86 штук у меня есть. Множить на 4. 200. Ну, примерно столько и будет у меня. Ну, что-то мне не хочется расставаться со своими камнями. Вот знаете, вот такой чувств можно получить. Правда, 4 маловато как бы при разборе. У меня почти 90. Где-то вот 280 кварц смогу получить. Но из них можно сделать эти реликвии всякие крутые. Ладно, давай Валентине поможем. Может, она нам кварца надает. Так, разбитый шлем. Какой? Что за шлем? Крустальный скал. Пошли, иголку сначала найдем. Ну, где-то у меня столько и будет. У меня 240. У меня надо 260. 258. А у меня где-то будет 280. Кварца, если разобрать все свои полудрагоценные камни, которые я копил десятилетиями. Ладно, месяц копил, все. Ну, два, ладно, от силы. Ну, я что-то тратил еще. Что-то же собирал, разбирал. Они же нужны для крафта. А потом затребуют, да, полудрагоценных камней 100 штук. Ну, будет весело. Тогда будем кварц собирать. Ну, ладно. Я думаю, сейчас мы с вами как-то что-то придумаем. Конечно, разбирать это плохо, но у нас есть возможность. Все нормально. Вон, иголку вижу. Так, есть. Разбитый шлем. Что такое шлем разбитый? Так, Валентина, вообще тогда расставание с призраками, это никак. Перед фарер, там вообще до слез, блин. Прощаешься. А здесь он продолжает с тобой разговаривать и давать квесты. Только желтый стал. Типа, история закончена. А зачем же прощаться, да? Ну, это не так грустно тогда. Тогда к остальным можно относиться с легкостью. Драмы здесь нет. Подожди, шлем. Какой шлем? Он уже был, кстати, у меня этот шлем. Нитки же, да? Шлем, я помню. Ну, какой-то шлем был. По-моему, водолазный, нет? Рядом носом чую. По-моему, он и должен быть. Слышите, рыбы, а вы собираетесь что-нибудь давать? Нет нам вообще? Ну, хоть что-нибудь. Ну, хоть рецепт. Я там не прошу уже летнюю рыбу, но хотя бы рецепт дайте какой-нибудь. Раньше ж с рыб рецепты выпадали, было время. А теперь что? А теперь вот, травоперка. Уже сотая. Чутко. Кучу головешка. Редкие рыбы, ранняя весна. Ну, у меня такой нету. Еще и ранняя весна. Хм. Прикольно бросил. Я бы сказал, даже очень удачно бросил. Сейчас не очень удачно бросил, но бросил. Я вообще не на нее рассчитывал, потому что тут ничего хорошего не поймается. А это... А вот это может быть интересная рыба. Если я ее не убью, конечно. Ну, попал вроде бы. Такая и была. Королева Карп. Ладно, пошли. Рецепты, наверное, закончились у рыб. Я уже даже не помню. Ну, до обновления попадались. Опять же обновления. До обновления попадались. После обновления, по-моему, может один. Дальше вот такой вот. Друганчоус. Так, ладно. Давайте сдадим одну. Тут где-то должен быть разбитый шлем. Сдаем одну. Сейчас добавлю в архив. Редкая находка. 3000 и 15 кварца. Это хорошо. Кварц это хорошо. Так, а ну готовка. Блин, я практически все приготовил, представьте. У меня 4 поготовки выполнено. Сырая еда осталась, не сданная. Я не понимаю, где еще половину. Ну, сезон этого, по сезону. И всего одна банка. Короче, рассчитывать на то, что придет рецепт. А у меня есть один рецепт. По-моему, он с банкой связан. Например, просто орехов не хватает. 50 орехов. А, вот, смотрите. Да, это возле шлема. Я только не пойму, где тут шлем. Пытаюсь понять, где тут шлем. Ну, тут был раньше разбитый шлем. Теперь его уже здесь нет. Так, ладно. Ну, ладно, хоть нашли. Под нога, а, вот. Сейф замком. Тут одно место, где есть сейфы. Я думаю, сейчас мы с вами полудрагоценные камни. Ох, деревья заплодились. О, и орехи, наверное, появились. О, орехи появились. Может, мы 50 штук соберем? А я опять потратил. Нет, 50 мы никак не соберем. Мы соберем штук 20. Так, надо собирать. Там блюдо последнее осталось. Вообще, последнее в игре, представляете? Еще впереди 3 сезона. У нас закончилась еда, которую можно готовить. Это ужас какой-то. Так, а это у нас есть друганчоус? А, травоперка есть. А друганчоуса нету. А это? И этого нет. Ну, тогда, ребята, я вас зажарю. Вы уж не обижаетесь, но я вас зажарю. Это я беру внезаписи уже. Сейчас мы примем решение по... По нашему этому... Блюду. Точно оно? Оно единственное, наверное, осталось. Оно, покажите мне его посылки. Вот это ж оно, да? Нет, кимчи я делал уже. А какое... Вот это осталось? Нет, делал. А что осталось-то? Это точно я делал. Вот это? Нет. Это? Да, это ладно. Вот это? Нет. Это уже... Вот это? Нет. Вот это торт? Пафосный план? Нет. Что-то пропустил. Я не знаю. Вот это? Шоколадное ангалетто точно делали. Ну, это понятно, да, это ясно. Вот это, вот это. Да, вот оно. Рок изобилия. Еда приготовлена. Ну, ничего особенного, но 50 муки. 50, Карл. 50. Нет, я бы давно уже собрался, не жалел животных. Надо животных не жалеть. Надо быть жестоким к ним. Я начинаю жалеть и готовить им булки. И все. И понеслось. Вечная нехватка орехов. А количество орехов мне не хватает, которые у меня на деревьях вырастают. А деньги тратить на новые орехи я не буду, потому что это, в принципе, последний квест. Который связан с этими орехами. Ну, как квест сделать, и я думаю, можно за... О! Три кванца. Очень кстати. Кстати, 140. Всего 140... Ой, 240. 240 всего. Ну, с этим еще могут быть проблемы. А мы сейчас подумаем. Мы сейчас планируем с вами. Мы это любим делать. Так. Куда я бежал? Подожди. Давайте поможем Валентине. Не пойму, зачем. Помню сейф. К сейфу мы бежали. Может, Валентина теперь будет отваливать, наконец-то, серьезные подарочки. За вот это. Вот это если будет... Подожди. У этого точно сейфа нет. Вот если у него будут серьезные подарочки, вот тогда вот, да. Вот тогда вот это того будет стоить. Это рядом с засохшим деревом, позади чего-то. А где у нас засохшее дерево? Ой, как бросил. Ну, бросил, так бросил. Чуть дождь пошел. Точно что-то легендарное. Да есть у меня уже такая, апокалипсис-лосось. Или как она там называется. Обычная рыба. Так, а где же засохшее дерево-то теперь? Я помню, что один раз его находил. Это прекрасное засохшее дерево. Но потом он куда-то делся. И оно теперь не так выглядит, как раньше. Оно теперь выглядит, как бы, из трех палок, что ли, да? А, вот он засох. Фу, нашел. Это ж супер, я нашел. Подожди, а я нашел все? Нет, конечно. Еще надо искать. Но это точно. Она больше, больше нигде нет. Если не здесь, то больше нигде. Дерево изменили, понимаете, как все сделано жестко. Раньше три палки торчали. Что у нас тут на этом краю делается вообще? Всегда боюсь ходить. Нелюдимая часть острова. Могут быть маньяки. Все. Все. Пошли сдаем Валентине. Сейчас принимаем решение теперь по камням. Наверное, надо разбирать. Надо разбирать и выполнять этот квест. А потом мы насобираем полудрагоценные. А может, соберем и остальное. Очень видно будет. Мне, чтобы сделать, например, полудрагоценный камень, мне нужно что? Чтобы сделать полудрагоценный камень, надо пять кварц. А на разборку идет четыре кварц. По-моему, очень даже по-доброму, как по мне. Так, у меня на девять каких-то столов, да, еще здесь? Да, девять необычных украшений. Необычные украшения это вот это намекают. Но это дороговато. Дороговато. Еще хуже. Вот это вот. Вот это необычный фермерский дом. Я думаю, это стоит сделать, если сейчас не найду попроще. Пять нет. Это надо запомнить. Две эссенции призрачной. Всего лишь обычная эссенция и обычные две ветки. Это очень, очень просто, по-моему. Это нет. Это нет. Это нет. Это нет. Ну, все, больше у меня чертежей-то и нет. Вот это вот есть вариант. Девять штук, я думаю, мы запилим быстро. Вот, еще есть пять мягкой древесины. Вот пять мягкой древесины, это две веточки. Ой, сколько это веточек? Пятьдесят веточек. Не надо. Мы поступим через эссенцию птицу. У нас ее много. Всего двадцать штук уйдет. Все, отлично. Тут вопрос решен. Поэтому можно смело эти разбирать. Сейчас посмотрим, что нам даст Валентина. Что она вообще скажет по этому поводу. Валюха, из того света. Призрак ценит ваше подношение. Ой, лучше бы я не выполнял. Короче, это, знаете, по-моему, больше проблема. Знаете почему? Потому что у меня нет места для одежды. Я на ничем нет ли, ну не знаю. Шкаф не спрятать. У меня нет места. Спасибо, Валентина. Спасибо. Тридцать тысяч тратит на расширение. О, еще три кварца. Ух ты ж, еж-мой еж, пошел-то как. Со всех дыр падает. Ох ты, еще три. Слышите, везде падает практически. Давайте еще посмотрим. Теперь будет с каждой ямки, наверное, падать. Ох ты, наступил на склад. На склад наступил. Что-то цвет мне не нравится. Испоить императора. Мифически, но такая уже есть. 25 пепла, кстати. По цвету понял, что мифическое, но не то. Нам нужно кое-что другое. Кое-что другое. Там одной тоже не хватает штуки, чтобы выполнить. Так, булки ждать будете долго. Орехи я сейчас соберу, чтобы знать, сколько у меня всего орехов с собой. Это я обязательно сделаю прямо перед вами. Те деревья завтра еще будут... ...плодоносить, поэтому... Ну, где-то 20 у меня сейчас... Ну, около 30. Если бы я сейчас 5 не сдал, но было 35. Все равно ситуацию бы не изменило. Но главное не кормить. Торт я не знаю, у меня есть такой или нет. Если есть, я сделаю. Если нет, то до свидания. Берегите кварц, глупцы, да? Такое название серии можно дать. Так, грецкий орех 2. Сколько я еще? 2. 22. Это при том, что у меня 6 было. Все, я больше не расходую это все дело. Я больше не расходую на булки. Теперь будем с вами очень и очень аккуратно его собирать, чтобы сделать блюдо. Хотя, соберем, я думаю, рано или поздно. Но пока птицы, наверное, поголодают. Не буду я закупать. Тут, кстати, у меня еще один орех есть. Можно купить. Куда его складировать-то? Но он жарен еще к тому же. Чудесно. А что тут можно купить? А, тут можно за 2 полдрагоценных камня взять. Мяч и за 5 полдрагоценных камней. Да нет, я сделаю лучше. Так, один я закупаю. 240. 24 мест. Нет. Это я тоже потом обберу. Это тоже никуда не влезет, естественно. Так, это разжарить. Давайте, наверное, это сюда. Это, наверное, орех, 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 орех. Да пусть лежит. Место одно есть. Я буду... Или все сразу зажарить. Все равно 25 штук. Ладно, пусть лежат пока. А то потом свежий кто-то запросит. Это, это, это уничтожить. Это, это, это уничтожить. Уничтожаем. Жечь, жечь, жечь. 40 пепла. 40 пепла. 40 тысяч, смотрите, лежит здесь. Вот мы выкопали сегодня 40 тысяч. Жалко, что нельзя музей сдать. Ох, мы кварцев на, на, на рулили бы. Ладно. Сжигаем. 40 тысяч. Можно пойти сейчас за счет вот этого вот, вот этого того, что мы нашли. И расширить, наверное, себе гардероб. 40 не влезет, мне кажется. Да, 28 только влезло, это я понял. Так, ну тогда я орех заберу. Пепел важнее. Пусть пепел пока складируется. Складируется. Смотрите, сколько у меня. Тут уже у меня 200 тысяч наличными. Кварц сейчас уйдет. Это я тогда понашу. 4 места свободных. Сюда нужна полочка. Расширение за 30 тысяч. Или просто выбросить. Можно ее выбросить. Убрать в хранилище. Не хочу ее убирать в хранилище. Вот сюда можно убрать. Коллекцию одежды. Так нет мест. Я тут просто распокупался просто. Не на шутку. Ладно, пошли. Забирай камни. Кстати, они сейчас могут с ее уйти. Нет, все не уйдут. Поэтому пошли. Немного поработаем. Да. 234 камня. Кварца нам надо 234. Тут нет кучек. Именно там, где кварц может выпустить. Здрасте. У меня такое, что переработать. Вот это. Я могу получать 356 кварц. Нет, это много. А, подождите. Если он по 4. Сколько 1? 1, 4. А, 320. А я считал по-другому. Они же не по 3. 1 к 4 идет. Так мне хватит. Все. Мне хватит. Давай, разделяем. Я думаю, десяточку можно. Двадцатку можно снять. 25 давай. Вот примерно вот так вот получится. Сколько это будет? 256 кварца. Сколько мне надо? 234, да? Давай еще парочку. Все, что? Ровно 60. Еще у меня даже и останутся полудрагоценные камни. 240. Еще 4. Еще один нужно. Блин. О. 336. Блин, оберег. 236. А ну суммируем. 236. Плюс 200. Ну тут не получится. Чуть-чуть больше будет кварца. Я хотел вообще от кварца избавиться в ноль. Не получится. 490. Просто, короче, 500, 500, 502 останется. Ну нормально. Нормально, давай. Чем потом собирать, ждать. Мы быстрее этот квест сдадим. Запустим. Все будет хорошо. Перерабатываем на 236 кварца. Хорошо, что хоть так можно. Хоть в эту сторону можно-то. Так, это суммируем. Суммируем. У меня еще 30 штук осталось. Прикольно. 502 кварца. 500 уйдет сейчас. А мы пошли делать стулья. 9 штук. Мы пошли делать стулья. 9 штук. Проснись, хмурфель. Мне нужны стулья. Даже не стулья, а вот это вот фигня. Я не знаю даже, что это такое. Украшения, украшения. Мне надо 9 штук. Ого. Ну так нормально. Изыск необычный, фермерский. Веток мало. Эссенции мало. Все? А что не хватает? А, 50 корнеплодов. Блин. А я думаю, где, 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 чего еще не хватает? Думаю, самое важное пропустил. Нет, все нормально. Давай. 50 корнеплодов, это, это очень просто. Учитывая, что у нас их дофига. Давай сюда, сейчас мы его расплавим. А что это не объединяем? А, по 5 штук. Давай сожжем их все, сколько это будет. 48 и 2 добавим. А 2 я не могу добавить, я по 3 добавляю. А, одну, одну закормим как раз. Давай сжигаем. 48 будет, хорошо. Отлично. Сюда я сбрасываю обратно это. И мне надо будет сжечь еще одну картошку. Сжечь. Одну. Убрать. Добавить. Сжечь. И одну как раз на кормежку отправим. Если у меня нет корнеплодов, конечно, внутри. По-моему, нет. А может и есть. 51. Нет, нет. 50 уходит. Мы сделали этот квест, который казался нереальным. Один пойду закормлю. Сразу же закармливаем. Чтоб не занимал место. Все удачно вышло. Один гриб, кстати, надо еще зажарить. И заказать банку. А, это не влезет, извините. Яйцо только влезет. А, это не яйцо. А что так? Я же один корнеплод сбросил. А, не сбросил. Луковица. Я думал, я эссенцию взял раньше. Вообще, притык. Тут, по идее, да, реально 200 тысяч надо тратить на расширение. А, что ты не лезешь-ка мне в карман? Давай. Сейчас дадим, будет чуть проще. 3 сдаем. 9 есть. 50. 500. И пошли. Ну, тут уже, если кварца выпадет, он мне пока не нужен. Теперь корнеплодами будем добираться. Ну, давайте. Этот квест сложный. Особенно, если ты кварц продавал. Как я, например. Так, пошли. 9 штук есть. 50 пигмента место освободилось. Шикарно. 50 корнеплодов и 500 кварца. Обалдеть просто. Это цифры. Еее, глянь прямо в золотую жилу. То есть, огромное тебе спасибо за эти продукты, которые мне так нужны. Не терпится разложить все. Это насперва уговор. Вот, держи. Хрипло забирай, пока я не начал нервничать. Ха, вот, видишь. Мне тяжело расставаться с вещами. Но больше не заставляй меня этого делать. Жадина. Это только четвертое сердце между... О, он отдал мне квестовый штурвал. Да, этого стоило, конечно. Слушайте, это не финальный его квест. Это не финальный его квест? Вы представляете, что он запросит, когда будет уходить? Так, ну это я сдам. Еще 32. Сейчас я еще получу. Сейчас я еще получу. А то Нюх у меня уже неделю без квестов сидит. Еще бы, наверное, неделю сидел, если у меня кварцев не было. Вот он, штурвал. Парома. Неделями лодка была пустой. Пустой уходил, а пустой возвращалась. Тогда никто не хотел проезжать в уютную рощу. В ту ночь я перебрал с Грогом, это точно. Я искал остров и не мог найти. Я не потерялся. Прокричал я, это остров потерялся. И тут появились они, знакомые камни, мелькающие над водой. Они приближались слишком быстро. Ну вот, понятно. Тут понятно, как история вся закончилась, да, у нас? Закончится, тем более. Я крутил, крутил штурвал, лодка накренилась. И накренилась, и она не слушалась. Меня жалко, дрожащая корыта во власти волн утонула. Прямо как я. Понятно. Спасибо за бревно. И, наконец-то, мы выполнили его квест. Жалкая корыта. Тоже остановилась, как и у этого. У кукурузины. Но зато мы, наконец-то, сдали это задание. Сколько шо оно висело-то? Очень долго висело. И то так связано с другим. Пока не выполнишь одно, не получишь другого. Ещё тридцать одно и не брёнышком больше. Кто-то ещё готов дать. Но это не сегодня, это точно. Потому что фотографию мне никто не дал, а её у меня просто нет. Четыре места у меня осталось. Один орех. Двадцать два можно, конечно, пережарить и получить двадцать три ореха. А вдруг кто-то затребует у нас орех по квесту? Давайте не будем спешить. Вот эту куда-то деть надо, конечно же. Куда-то надо деть. Надеть на себя. Надел. Так она никуда не делает. Шкаф-то у нас закрыт. Пошли купим, наверное, расширение на шкаф. Потому что одежда будет давать ещё, я думаю, периодически нам. Я хочу кое-что купить. Дай мне за тридцать тысяч свою расширялку. Плюс десять мест. Отлично. Покупка состоялась. Там ещё у нас значки есть по поводу вот этой темы. Так, можно в шкаф убрать. Всё, убрал в шкаф. Хорошо. И можем что-то ещё купить, потому что мне не нравится эта одежда. Дай мне что-нибудь и такая. О, вполне себе. Отлично. У нас новая вещь. Всё, шикарно. Может быть, вкуснее. Всё, понесло. Я не могу остановиться. Ну, давай, летняя как раз хорошая. Ночью у нас... Ночью у нас... Прохладная просто. Так, всё. Место освободил. Это держим. Потом в свящей серии посмотрим. Нужно ли нам переплавлять. Но орехи не скоро будут. Хотя, там некоторые деревья будут давать нами завтра и послезавтра плоды. У нас так сбор настроен, что... У нас орехи почти каждый день появляются. Просто мы покупали деревья в разное время. И вот так получается. Но в любом случае, нам больше кварц не нужен. Пока что у нас осталось три кварца. Аж три кварца. Обалдеть. Надеюсь, больше квестов с кварцом не будет. Потому что у нас и полудрагоценных камней осталось всего 30. Очень всего мало. Потом будет квест, наверное, с полудрагоценными камнями. Мне кажется, что это будет потом. В любом случае, не сегодня. У нас собрано 16 из 47. Долго ещё идти. Но серию эту мы уже можем оформлять. Сегодня произошло, в принципе, два события. Два воспоминания. Первое с утопленником связанное. Второе тоже с утопленниками, да? Где корабль затонул. Одни утопленники вокруг. Ну, ладно. История продолжается. И у многих призраков подходит к концу. Даже Валентина продолжает давать задания. И одежонку подбрасывает. Собственно, без этой одежонки, я так понимаю, мы с вами коллекцию-то не соберём. А где эта одежонка? А ну-ка покажите мне. А вот она. Мне надо найти ещё 200... Ну, не 200, а 100 нашёл. Где-то 120. У меня 80 нарядов ещё найти. Представляете? 80 нарядов. 100 квадса дадут. А 80 нарядов это 80 расширений шкафчика. 80 расширений шкафчика это... Пипец. Обалдеть. Представляете, сколько денег надо? Ты ж не поместишь наряды в пол... Нет, можно в палатку их, конечно, складировать. Обалдеть. Цифры какие-то нереальные. Представьте, это всё вместить. Шкаф-то у тебя же не безразмерный. А вот, кстати, ещё, смотрите, археолог-гуру. Найти реликвия, что они все ещё нашёл. А, тут неважно сколько. Вернее, неважно какие. Важно найти просто их. И рыба, смотрите. Найти рыб 800. Скоро заканчивается квест с рыбой. Мне-то осталось выловить. На 94% я собрал. Но рыбок 20, наверное, ещё. Может, 10. 5% Ну да, где-то 20-10 рыбок. И ракушки. 800 штук тоже заканчивается. Что-то можно делать 4 сезона, вы не знаете? Я, честно говоря, не представляю. Если мы за 2 сезона практически выполнили все задания на значки. Вот это только не даётся больше всего. Ну, тут у нас кормёжка птиц, а тут с птицами и оленями тем более. 10 оленей разместить. А? А? 50 кварца даёт. Тут пока ничего не даёт. Тут полудрагоценный даёт. 30 животных разместить. Это одно... Нет, не одновременно. Это по порядочку. 35 птиц, 60%. Ну да, я их не так часто вылавлю фруктовые деревья. Попробуй их купить. Цветы это вообще ужас. За ними ухаживать надо, не хочу. Ладно, друзья, всё. На этом серию мы заканчиваем. Сейчас я пойду и беру ещё фруктовые деревья. Не знаю, куда я их буду засовывать. В палатке места нет. Наверное, что-то буду продавать, что-то сдавать, что-то объединять. Но это будет долгий процесс. И не для записи, а с вами встретимся уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедер Игровые Миры. До новых серий в Козе Гроу. Пока.